Всем привет! Есть интересное выступление в Бундестаге Готфрида Курио, депутата от фракции АФД, которое я предлагаю сейчас посмотреть. Выступление и заявление касаются некоторых интересных моментов миграции в Германии. Кстати, не забудьте в комментариях написать ваше мнение касательно этого выступления и заявлений. Так что подписывайтесь на канал, кнопка подписаться внизу под этим видео, поделитесь этим роликом в ваших соцсетях и давайте к делу. Уважаемый господин президент, дамы и господа, сотни тысяч нелегально въезжающих в Германию иностранцев обманули немецкое государство. Они утверждают, что подвергаются преследованиям, но это совсем не так. То есть такие мигранты, которые мигрируют сюда, возвращаются обратно без учета вида на жительство. Они должны мигрировать. Обеспечение этого просто обязанность государства. Вместо этого такие люди, которые часто выбрасывают свои паспорта, чтобы избежать депортации, просто остаются здесь. Это вызывает большое недовольство. Но канцлер Шольц хочет обмануть граждан, говоря о депортации в больших масштабах. Но сейчас закон предусматривает депортацию только на 600 человек больше, чем раньше, при значительно большем количестве нелегальных нарушителей границы и просителей убежища в день. А канцлер ХДС также нагло говорила о репатриации, репатриации и еще раз репатриации, хвастался перед немцами национальной силой. Но на самом деле количество репатриаций продолжало падать. Это неприемлемые условия, и здесь наконец снова нужна политика, которая обеспечивала бы соблюдение правовых обязательств правительства. И это возможно только Садк, дамы и господа. Но что в мире не так с создателями этого предполагаемого закона об улучшении репатриации? Находящийся под стражей всего один месяц вместо возможных шести, ничего не делает для увеличения возможностей содержания под стражей. Даже продлевает срок пребывания для лиц, имеющих право на дополнительную защиту с одного до трех лет, и по-прежнему уведомляет о депортации заранее. Это приводит к провалу с объявлением. Но ничто не мешает европейской вторичной миграции. Ничто не связывает страны с единой системой управления депортацией против абсурдных зимних остановок депортации. Ничто не связывает соглашение о возвращении с действительно соответствующими странами происхождения, зато средиземноморский трал и надуманное разрешение на пребывание для несанкционированного пребывания. На самом деле все эти несправедливые состояния хотят скрыть и даже сделать необратимыми с помощью турбогражданства без интеграции, чтобы подорвать демократический процесс. Просто без колебаний, изменив демографию избирателей, задача, которую невозможно превзойти в вероломстве и гражданской враждебности, и которой должны противостоять все демократические силы, дамы и господа. Вот почему светофор хочет проверять еще реже, чтобы убедиться, что все еще нуждается в защите. В то время как мы, АТК, призываем к более пристальному вниманию, действия гражданской войны на большей части территории Сирии уже давно закончились. Убежище это всегда лишь временная защита, пока угроза не исчезнет, и это имеет место во многих местах. Наконец-то с этим нужно считаться. Но поскольку правительство не намерено решать проблему, люди переходят к пропаганде, направленной на очернение Афгальцы. Без аргументов в этом вопросе им остается только одно, демонизировать все более громкие призывы к столь срочному и необходимому возвращению к праву в миграционные политики. Но нет ничего более враждебного демократии, чем это, дамы и господа. Конечно, вы же знаете, что политика АТК требует исключительно необходимых мер верховенства закона для репатриации лиц, не имеющих права на проживание. Но их противоправная политика теперь настолько очевидна гражданами, что они считают себя способными выжить только с помощью лживой пропаганды против оппозиции. Запрещать оппозицию и лишать ее основных прав, это проявление ее политической несостоятельности. И все это там, где содержание нелегальных нарушителей границы, пребывающих через безопасные третьи страны, обходится нам в 50 миллиардов евро в год. Все это там, где общий экономический ущерб от этой иммиграционной политики, по оценкам Рафельхьюшена, составляет более 5000 миллиардов евро. Но ничто не показывает яснее, чем нынешняя компания, насколько отчаянным уже является их положение, или, как гласит известная цитата, «Мы не можем заставить их говорить правду». «Но мы можем заставить их говорить правду», говорит Рафельхьюшен. «Заставлять их лгать все более нагло». Спасибо тебе. Ну что же, интересное получилось выступление, много претензий и заявлений озвучено. Особенно интересный момент получился с демографическим изменением избирателей. В общем, давайте теперь обсудим все эти моменты и заявления Готфрида Курева в комментариях под видео. Думаю, что вам есть что сказать. На этом все. Подписывайтесь на канал, кнопка подписаться внизу под этим видео. Поделитесь этим роликом в ваших соцсетях. Спасибо всем за просмотр и за внимание. Берегите себя. До новых встреч. Пока-пока.